Приветствую вас. Я бы сказал, что ваш муж привязан, сильно привязан к своим родителям. Явно зависит, зависит сильно. Вот. А у вашего мужа, очевидно, есть чувство вины перед родителями, то есть, что, ну, типа, типа, что вот, они, как бы, вызывают, воспитывают в нем, чувство долга, долго, такого чувства долга, они воспитывают в нем. Вот. Мне кажется, что это вот чувство долга, оно, собственно, и мешает вашему мужу сделать что-то для себя и для вас. Вот. Другой вопрос, что, как бы, к вам это отношение вообще никакого не имеет. То есть, ну, то есть, чувство долга, да, вашего мужа, оно, к вам отношения никакого, в принципе, не имеет, не может иметь. Вот. И, как бы, проблема здесь. Это именно проблема вашего мужа. Вот. Что можно в этой ситуации сделать вам, да? Ну, во-первых, определить для себя, как вы к мужу в целом относитесь. То есть, поскольку так было всегда, поскольку так было изначально, то я так полагаю, что как-то вот, наверное, предъявлять вашему мужу за то, что он хочет помогаться родителям, но это не самый лучший расклад, вот, потому что, ну, потому что он вам может сказать совершенно спокойно, типа, а почему ты перестал меня принимать, да, почему теперь ты против этого, и донести до него вот эту позицию, что что-то изменилось, да, что оно стало что-то по-другому, вот, это у вас, скорее всего, не получится, кроме того, что он уже, отказывает сам разговаривать на какие-то темы, да, то есть, не хочет, ну, то есть, не хочет говорить, вот, не хочет говорить, не хочет выяснять, не хочет обсуждать, вот. Вот, и, это, конечно, проблема, это проблема, вы можете своему мужу сказать, что, например, вы готовы помогать его родителям, например, например, и будете это делать, да, вот, но только после того, как будут удовлетворены все ваши желания. То есть, вот, если деньги останутся какие-то, да, вот, с этого, то вы легко поможете, как бы, родителям, ну, мужа, легко, очень легко, и так далее, вот, то есть, тут, на мой взгляд, такая вот история, да, и, как бы, это единственное, что вы можете сделать. Это не обвинять, да, своего мужа, в чем-то, не обвинять, там, его родители, не ругаться с ним, а именно, вот, свою позицию четко обрисовывать. Вот, потому что, вот вы пишите, что, значит, с мужем разговаривали о том, что у нас тут есть предопреденность, и он не согласен, не хочет общаться на эту тему, а с чем он не согласен, то есть, как бы, понимаете, вам нужно говорить, что, вам здесь нужно выделить, вот, выделить, где вы, а где он, да, то есть, если я – это я, вот, именно я, я – это я, да, ну, а ты – это ты. Если ты не хочешь себе ничего покупать, это твое право, почему я себе ничего не должна покупать, ну, образно говоря, да, почему я для тебя ничего не должна делать. Вот, и вы праве требовать, вы праве требовать, вы праве говорить, что я хочу, я хочу, вот, это то, что вы можете сделать, Это то, что вам нужно сделать, это необходимо сделать. Вот. Вот в принципе. В принципе, так. Такая вот история. На мой взгляд, на мой взгляд, такая история. Вы пишите, что в данный момент мы откладывали определенную сумму родителей, и мы дали им перекрыть долги, а они их вернут. Понимаете, как бы, кто мы, да, Елизавета, вот кто мы дали, вот мы, кто мы. Там ваш муж. Кто откладывал? Мы оба. Ну, то есть, вот, понимаете, здесь у вас не проработанный финансовый вопрос, получается. Опять же, я не очень понимаю, как муж может отдавать им все, да, и лишает нас благ. Муж может отдать только свое, он ваше отдать не вправе, он ваше деньги, ваше средство отдавать не вправе. Потому что ваше средство, средство семью. И если он, ваши, вот именно ваше вложение в общий бюджет, семейный, семейный, отдает родителям, да, чем вот так. То, вы можете воспользоваться, ну, рекомендацией коллеги и просто разделить бюджет. Либо просто наложить запрет на использование своих средств для родителей. Вот, опять же, вы вправе это делаете, вы вправе это делаете, это ваше зрение. Как бы там ни было, вы вправе, вы вправе это делать. Давайте. Дальше, ну, и по поводу того, что он, он не согласен, не хочет общаться на эту тему, да, это уже говорит о таком достаточно глубоком конфликте между вами. Вот, что, собственно, приводит нас к необходимости семейного консультирования. То есть, чтобы и вы, и он обратились на консультацию к психологу, к семейному, и уже рассмотрели эту работу вместе. Вот, это такой момент. Как вести себя в такой ситуации? Опять же, вести себя в такой ситуации, чтобы что, вы мужа не переделываете, родителей вы не переделываете. Я, правда, не знаю, сколько вам лет, но, скорее всего. Поэтому здесь, ну, здесь наиболее реальной задачей является именно именно обстаивание своих интересов. Вот. То есть, показать нулю, как, как надо. Ну, и, соответственно, разграничение, еще раз повторю, использование денег. Ваших денег, в том числе. Вот. Это то, что нужно вам сделать. Ну, это то, что вот необходимо сделать. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И так далее. Корректор Примеев. Продолжение следует...